Спасти тех, кого еще можно. В Сирии заработали гуманитарные коридоры по предложению российских военных. Три пропускных пункта предназначены для мирных жителей Сирии, которые не хотят оставаться на опасной территории. Еще один коридор предусмотрен уже для боевиков, но только для тех, кто сложил свое оружие. На тех, кто не хочет прекращать военные действия, сирийская армия воздействует психологически. В ВВС страны сбросили тысячи листовок над кварталами города, которые находятся под контролем террористов. Эксклюзивные кадры из Сирии в репортаже нашего корреспондента Артура Кибекова. Два пути, вернее, у каждого из них. Либо сложить оружие, либо погибнуть. Все началось с того, что сирийская армия прервала трассу Костела, ведущую из Турции в Алеппо. При взятии два района, которые окружают эту трассу, это Лайрамуни и Эрхалидия, районы Алеппо, восточные районы Алеппо, оказались в клич сирийской армии, сирийское подразделение с поддержкой ВКС России. Дальше сирийская армия стала действовать психологическим путем. Она сбросила листочки, миллионы этих листочек были сбросены на этих двух районах. Это район Банезейд и район Масакенханана. Террористы, которые находились в районе Банезейд, не ожидали, что таким образом на них будут действовать, и таким образом действовать на мирное население, которое под ними. В этих листочках, значит, были и обращения к террористам, и обращения к тем боевикам, которые не собираются воевать дальше, и были обращения к самым мирным жителям. Обращения к мирным жителям были таким образом построены, чтобы мирные жители отказались от поддержки террористов. То есть отказали спускать их в своих домах и, естественно, эвакуировались в тех местах, в тех домах, вернее, которые очень близко находятся к самым террористам. Естественно, некоторые листочки еще объясняли четыре коридора эвакуации. Первый коридор эвакуации действительно был назначен для вооруженных террористов и для вооруженных просто людей, которые хотят покинуть эти восточные районы в сторону севера Алеппо. Листочки разные. Давайте послушаем, что там говорится, что там пишется на арабском языке жителям восточным районам Алеппо. Какое обращение было со стороны сирийской арабской армии в сторону или в адрес этих жителей в тех районах? Возьмите с собой документы, остерегайтесь боевиков, выбирайте самый короткий путь до коридора. Остановитесь на определенном расстоянии от КПП сирийской армии так, чтобы солдаты могли вас видеть. Поднимите правой рукой эту листовку над головой, левой рукой возьмите ребенка за руку или поднимите ее вверх. Дождитесь указания от солдат сирийской армии, повернитесь медленно спиной к нему для проверки отсутствия взрывчатки, а затем повернитесь лицом и продолжайте ваш путь по направлению КПП. Медленно идите по коридору. Из соображений вашей безопасности выполняйте все указания солдат сирийской армии. Ожидали какого-то штурма со стороны подразделения сирийской армии, ожидали некие удары по бунтам террористов, по их штабам и тому подобное. Но на этот раз сирийская армия подействовала иным путем. Сирийская армия не взяла район штурмом, не подготовила огневые точки для взятия этого района, а сбросила листочки. Продолжение следует...